Мои хорошие, всем огромный привет! Сегодня будет одна из ваших любимых рубрик, а именно холл. Покажу вам свои некоторые приобретения из одежды, которые я уже ношу этой весной и собираюсь носить ближайшим летом. Надеюсь, что вам будет интересно. И как обычно я начну, наверное, с самого любимого на этот раз. Это вот такая клетчатая мужская рубашка, которая сейчас на мне. Она из H&M. Словами не передать, как я довольна этой покупкой. Это именно та вещь, которой мне так не хватало в моем достаточно монохромном минималистичном гардеробе. Я уже придумала с ней просто миллион всевозможных сочетаний. Особенно летом, утром или вечером она кидает вместо джинсовок, вместо жакетов. У нее очень приятный материал. Взяла ее, кажется, в размере L. Очень приятное цветовое сочетание, которое, мне кажется, подходит абсолютно подо все. И сам рисунок клетки мне тоже понравился. Вы знаете, что у меня редко встречаются принтованные вещи в гардеробе. Но вот эту рубашку я бы даже назвала для себя базовой. Кстати, напишите, интересно ли вам видео о моем базовой гардеробе на лето. Также, кстати, к теме принтованных вещей. У меня их в этом видео будет целых две. Такая, возможно, совершенно неожиданная для многих юбка из эко-кожи со змеиным принтом. Это юбка не из магазина. Ее сшила моя мама. Я просто влюбилась в эту ткань в отделе тканей, когда увидела и тут же ее купила. У меня очень редко, кстати, такое бывает. К сожалению, не передать через камеру, насколько здесь приятный на ощупь материал. И очень классный оттенок зеленого. Я в целом не фанат замененного принта, но именно в таком варианте мне он безумно понравился. И, как ни странно, с ней у меня тоже уже сложилось немало сочетаний в гардеробе, хотя вечно первый взгляд может показаться достаточно сложно сочетаемым. Еще немного хендмейда и того, что вы, к сожалению, не найдете в магазинах, но, возможно, подкину вам интересную идею. У меня появились такие суперские абсолютно базовые футболки, которые я ношу, чередуя, не снимая, мне кажется, абсолютно каждый день в последнее время. Я их купила в мужском отделе в Тирановии по 400 рублей и сделала надписи на заказ где-то 200 или 300 рублей. Вот эти две надписи мне в целом обошлись. Не сказать, что какие-то сверхоригинальные надписи, но я выбрала шрифт, который мне нравится, я выбрала размер букв, который мне нравится, расположение текста, которое мне нужно. И сами футболки в целом меня абсолютно устраивают и по качеству, и по цвету, и по фасону, и так далее. Так что, можно сказать, своего рода вот такой вот эксклюзив получился. А еще у меня появился новый отпариватель. Раньше в моих видео не раз мелькал старый мой громоздкий такой розовый отпариватель, может быть помните. И я периодически получала от вас вопросы, что это за отпариватель, но я всегда отвечала, что я им абсолютно недовольна. Он очень-не очень. В общем, это не тот отпариватель, который стоило бы советовать. И вот теперь у меня появился вот такой компактный, суперски просто чудо отпариватель, о котором реально стоит рассказать. Во-первых, он отпаривает не хуже любого стационарного. У него очень сильная струя опара, которой невозможно ничего прожечь. При этом давление отпаривателя на выходе аж 4 бар. Во-вторых, он просто супер легкий. Он весит 170 граммов, по-моему. Вы вообще себе представляете, 170 граммов такая пушинка. И он занимает просто ничтожно мало места, поэтому его супер удобно брать с собой в какие-то поездки, в путешествия. Особенно летом, если вы, например, летите куда-то, отдыхаете, у вас в багаже хлопковые льняные платья-рубашки. Это просто незаменимая вещь. Отпариватель это фирма Smart Steam. Работает он от сети и заправляется такими двумя малюсенькими мерными ложечками самой обычной соли и двумя вот такими мерными стаканчиками воды. Вот таким образом он открывается. Сюда заливается вода. Затем это все немного спалтывается. В течение 15 секунд примерно он нагревается. И далее вы можете отпаривать. Отпаривать вещи можно в вертикальном положении, можно в горизонтальном положении, например, на кровати. Если его повернуть вот таким образом, он перестает работать, то есть пар перестает выходить. И вы, к примеру, можете его положить спокойно на бок. Он не будет в это время выпускать пар, не будет нагреваться. Вы можете спокойно, к примеру, поменять вещь, да, разложить другую. В общем, просто чудо-вещь. Я нереально-нереально прямо довольна ее приобретением. Кстати, он был представлен в разных расцветках, но именно этот раз я почему-то решила установить свой выбор на более такой нейтральном. Не знаю почему. Раньше я все время прикалывалась по всякой такой технике именно в каких-то веселеньких расцветках. Также из покупок одежды. Такие серые скини у меня были абсолютно, ну, практически один в один такие же скини из манго, которые я брала где-то год назад. Но сейчас они на мне не сходятся. Вот, а как бы сбрасывать вес я не планирую. Даже наоборот, кстати, я сейчас взяла себе новую спортивную программу на набор массы. В общем, я себе нашла идентичные, ну, в манго уже не было тех джинсов, и я нашла себе идентичные в H&M. Правда, буду их немного ушивать в талии, но, в принципе, для меня это абсолютно нормальная практика, потому что в масс-маркете я практически никогда не нахожу все джинсы, которые бы у меня были как раз и в талии, и в бедрах. Но пока что ношу их с лимнем. А, кстати, скини вновь актуальны, и периодически встречаю подобные вопросы, так что, да. И еще одни скини от нашего российского бренда Амур. Это, пожалуй, на сегодняшний день мой самый любимый бренд джинсов. Вот их, кстати, ушивать не приходится, они отлично садятся и в талии, и в бедрах. У них, ну, по крайней мере, для меня просто идеальная посадка. И практически все модели, если не ошибаюсь, у них представлены как на средний, так и на высокий рост, что очень удобно. Я уже сбилась со счета, сколько у меня вещей от них. Но практически в каждом видео с примерками моим мелькает либо юбка, либо шорты, либо джинсы от этого бренда. Еще хочу поделиться с вами чудесной новостью. В ассортименте моего бренда теперь появился мужской костюм. Точнее, даже не мужской, а костюм унисекс. Правда, он пока что у нас one-size. Вот этот свитшот, он просто какой-то магический, потому что на кого бы мы его не мерили, он на всех садится отлично. Итак, костюм из флиса, как и наши бестселлеры, женские костюмы. Но в такой новой расцветке, совершенно космической, глубокой, красивой, такой синий, грязно-серый. Здесь свитшот такого же фасона, как в наших последних коричневых женских костюмах, но он немного другого кроя. Вообще, я всегда, когда создаю что-то новое для своего бренда, и вообще, касательно выбора любой одежды, для меня всегда немаловажное, даже, возможно, первостепенное значение играет то, как одежда сидит. Мне нужно, чтобы она хотя бы чуть-чуть моделировала и красиво подчеркивала фигуру. И здесь у нас немного другой крой. Этот свитшот очень здорово подчеркивает мужскую грудную клетку и плечи. Здесь также, как на коричневом, такой воротник труба, который я просто обожаю, который удобно в холодное время года использовать в качестве шарфика. Здесь очень нежнейший флис. Он, кстати, антипилинг, то есть он совершенно не скатывается. Когда первый раз мы отшивали костюм из вот такого флиса, это было два года назад, я специально взяла себе сэмпл штаны для домашнего использования. Специально в них, знаете, и ползала на коленях, и мыла полы, и что я в них только не делала. Миллион раз их стирала, испытывала их на прочность. И, конечно, через два года флис стал не такой нежнейший. Он немножечко огрубел, он стал не такой пушистый, может быть, но не появилось ни одной катушки. И брюки, в отличие от женских, они заужены. Тоже мы очень долго искали фасон, который бы реально выгодно сидел на мужской фигуре, который бы создавал вместе вот с этим свитшотом именно тип фигуры перевернутый треугольник. Здесь у нас добавилась вот такая классная деталь в виде защипа. Ну и карманы, куда без них. Вот внизу для тех, кто до сих пор не подписан на страничку моего бренда, я оставлю на нас ссылку. Обязательно заходите, даже если вы не хотите приобретать этот костюм, можете просто оценить плоды моего творчества, потому что я очень стараюсь над визуалом странички. Кстати, еще новость... да, чуть не забыла. Новость месяца, новость года. Я теперь есть, ребята, в ТикТок. Я очень долго отрицала эту соцсеть, но момент настал, я все-таки там зарегистрировалась. То есть нашла нужный, приемлемый и интересный для себя формат, в котором я могу там снимать видео. Планирую там показывать много луков, какие-то краткие холлы, примерки, идеи, образов для каких-то мероприятий и так далее. Вот. Подписитесь. Подписитесь, давайте. Теперь перейдем к обуви и аксессуарам. Вы не представляете, как долго я искала подходящие ботильоны, которые бы меня полностью устраивали по фасону. Это, кстати, пол-бэр. И, кстати, они идут в размер, что редкость для масс-маркета. У них идеальная форма мыса. Размер и высота каблука, как мне было нужно. И я хотела, чтобы верх у них был не просто обрубленный. То есть я хотела в идеале, чтобы вырез был вот такой вот галочкой, но это оказалось невозможно найти, чтобы все остальное тоже мне нравилось. Ну, либо что-то типа такого. Короче, чтобы ботильоны визуально не рубили ноги, чтобы был эффект какого-то удлинения, потому что я их преимущественно собиралась носить именно с платьями и с юбками. Не для всех, конечно, практичный вариант, потому что сюда не наденешь обычный высокий носок, да, и, допустим, в прохладную погоду сюда может задувать, попадать какая-то грязь. Но если носить их с колготками, с платьями, смотрится просто топ. Или же на голую ногу. Я знаю, что для многих это очень странно, многие удивляются, но у меня есть такой прикол. Летом носить с шортиками, с какими-то строящимися платьями, сапоги и ботинки на голую ногу. Естественно, не совсем в адскую жару, вот, но я очень люблю такие сочетания. И еще у меня появилась вот такая абсолютно универсальная, базовая, минималистичная сумочка-мешочек от нашего российского бренда. Она из натуральной кожи, очень вместительная. Здесь аж несколько вариантов ремешков. Вот, мне кажется, подойдет абсолютно подо все и под какие-то классические образы, и под спортивные, и под какие-то, может быть, в рокерском, гранжевом стиле. И внизу оставлю ссылочку, как и на все остальные вещи, так что там будут размеры всех вещей, как обычно, мои параметры. Вот, надеюсь, что видео вам понравилось, что вы хорошо провели со мной эти несколько минут. Я желаю вам отличного настроения, отличного дня. Всех целую, обнимаю и до скорой встречи на видео.